Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Разговор по чесноку». Я ее ведущий, Роман Полинсков. Сегодня у нас необычная тема. Сегодня мы решили углубиться практически полностью с головой в биологию и будем говорить мы сегодня о грибах. Гость в студии Ким Олегович Потапов, ассистент кафедры общей экологии и института экологии и природопользования и ассистент кафедры физиологии и растений и ботаники Института фундаментальной медицины и биологии. Ким Олегович, добрый вечер. Вам большое спасибо, что пришли. Я уже сказал, что мы будем говорить о грибах. Это достаточно интересная тема, потому что непонятно, что такое грибы. И вот первый вопрос как раз так и звучит. Что такое гриб? Гриб. Грибы – это группа организмов живых, которые представляют, согласно современным представлениям, самостоятельное царство живых организмов. Ну, естественно, обладают рядом характерных для них признаков. Во-первых, это эукариотические организмы, то есть это организмы, у которых в клетке есть оформленное ядро. Это гетеротрофные организмы, что значит, что они питаются уже готовым органическим веществом. Например, в отличие от растений, которые являются автотрофами и создают органическое вещество сами. Они довольно разнообразны и по морфологии, и по анатомии. Однако разнообразны по морфологии и анатомии органов размножения. А представляют собой, по большему счету, мицелий, хотя не всегда есть формы одноклеточные, дрожжеподобные клетки. Но мы с вами чаще всего имеем дело именно с мицелиальной формой грибов. И это многоклеточные организмы, сильно разветвленные, чем-то похожи на паутинку. И питаются, живут, как правило, в почве, занимают важную роль с точки зрения экологии, поскольку являются, с одной стороны, микоризообразователями. Многие со школы помнят, микоризо – это так называемый грибокорень. Это взаимное отношение между грибом и растением, при котором гриб получает органические вещества, а растение получает минеральные вещества и воду. Гриб увеличивает площадь корневой системы растения. И это является, на самом деле, важным эволюционным признаком. Явление микоризообразователя появилось очень давно. И, помимо прочего, грибы являются еще и сапротрофными организмами, то есть разрушают мертвое органическое вещество в виде опада листьев, ветвей, валежных стволов деревьев и так далее. Плюс среди грибов важную роль также занимают грибы-паразиты. Ну, паразиты – своя роль в природе. Они контролируют численность популяции того или иного вида, в зависимости от того, на ком они паразитируют. В общем-то, грибы я часто очень называю студентом, особенно на лекциях, называю их серыми кардиналами мира. Их вроде бы не видно, но на самом деле они есть везде в природе. В принципе, грибы имеют очень важное практическое значение для человека. Это не только съедобные шляпочные грибы, которые мы привыкли видеть в супермаркетах на полках или собирать в лесу. Это дрожжи, в первую очередь, которые используются и в пивоварне, и в изготовлении хлебов и так далее. То есть, винная продукция, то есть, все это уже практическая польза. В общем-то, вот как-то так. То есть, гриб – это не только то, что растет, но и то, что еще употребляется в произведении какого-либо, да? Да, да. Дрожжи вот этого. Да, да, да. То есть, в принципе… А как они там выглядят вообще? Ну, да, в отличие от тех грибов, которые обитают в лесу, которые мы привыкли видеть со шляпкой и ножкой, это не мицелиальная форма, это дрожжеподобные клетки, это отдельные клетки, которые представляют собой колонию. И в результате их жизнедеятельности мы получаем уже те продукты, которые мы привыкли видеть. Это, еще раз повторюсь, и пиво, и вино, и хлеб, и так далее. То есть, практическая польза для человека в этом плане очень важна. И даже, как бы, обсуждать в этом плане особенно нечего. Единственное, что хочется отметить, что вот за этой ролью грибов часто теряется роль в природе. Вот об этом я, конечно, на это я хотел, конечно, акцентировать внимание особенно. Я собрал к сегодняшней программе некоторые факты из научных статей, из, можно даже сказать, лженаучных, которые вот мне лично отправляли, отправляли к нам в редакцию. И хотелось бы по поводу этого поговорить. Вот говорят, что грибы являются чем-то средним между животным и растением. С растениями, ладно, более-менее понятно, то, что они вместе где-то растут в лесу, впрочем, вот как с животными? Ну, действительно, между грибами и растениями есть определенная связь с точки зрения эволюции. Они всегда жили очень тесно друг рядом с другом, и это не могло не сказаться на вот этих тесных взаимоотношениях между ними. Но когда так говорят, обычно имеют в виду, что грибы сочетают в себе признаки и животных, и растений. Но это довольно упрощенное представление о грибах. Начнем с того, что помимо грибов, пардон, растений и животных на планете обитает много других живых организмов. И вот такое вот биполярное, что ли, такое биполярное представление о мире живого, оно уже само по себе не совсем правильно. То есть помимо животных и помимо растений, есть еще много других групп живых организмов, которые занимают не менее важную роль. Так, например, водоросли всем известны, ранее относились к царству растений. По современным представлениям уже биологии, да, современной, это полиферетическая группа, то есть группа организмов, которые имеют разное происхождение. И теперь многие водоросли оказались в разных группах живых организмов. Несмотря на то, что у каждой из них способны к фотосинтезу, то есть имеет зеленый цвет, благодаря тому, что имеет хлоропласт, вот, и способны к фотосинтезу. Грибы не способны к фотосинтезу, и поэтому их часто по этому признаку причисляют к животным, да. Грибы гетеротрофные организмы, опять же, в связи с этим, и тоже по этому признаку причисляют к животным. С другой стороны, грибы, как и растения, способны к космотрофному типу питания, то есть впитывают питательные вещества из окружающей среды готовые. Другое дело, что животные, как правило, употребляют внутрь пищу, так называемый глазойный тип питания. В этом плане грибы ближе к растениям, конечно. Но, еще раз повторюсь, такое сравнение некорректно, по большему счету, потому что так можно сравнивать, в это же положение можно поставить, например, животных, и сказать, что животные по таким-то признакам ближе к грибам, а по таким-то ближе к растениям. Или, наоборот, предположим, растения поставить, и сказать, что растения по таким-то признакам ближе к грибам или к животным. То есть, на самом деле, грибы, они, как оказалось, опять же, согласно современным представлениям системе живых организмов, они оказались дочерней веткой эволюционной с животными вместе. Ранее как было? Ранее грибы относили к отделу царства растений. Ну, вот, как выяснили, совсем все не так. Так, и две дочерние ветки в группе апистаконта, так называемые, переднежгутиковые. То есть, это группа живых организмов, у которых есть жгутик в клетке. Как правило, это клетки, касаемые размножения. Он находится на передней части клетки. Так вот, к этой группе относятся ветка животных и ветка грибов. Группа растений и царство растений в широком смысле – это параллельная большая ветвь, куда помимо растений относятся еще и другие группы. Вот, поэтому сравнивать грибы с животными и с растениями, ну, скажем так, не совсем корректно. Вот это можно сделать, чтобы просто иметь представление о том, что такое грибы. Ну, нежелательно. Ну, когда… Это можно сделать там в каком-то обиходном разговоре, да, с кем-то неофициально. А вот на занятиях по биологии в школе или еще более каких-то углубленных занятиях в университетах, я бы, конечно, этого делать не советовал, вслед за моими коллегами из МГУ, которые придерживаются той же точки зрения. Вот как-то так. Ну, что ж, продолжаем. Существует суждение, что у гриба есть разум. Стоит ли этому верить? Ну, безусловно, конечно, не стоит, потому что разумная деятельность предполагает высшую нервную деятельность животного, да, то есть сознание должно быть для того, чтобы был разум. Здесь, конечно, о разуме речи не идет. Вот, честно говоря, это, скорее всего, пошло как раз из статьи о слезевиках, вот, о том, что они способны находить корм какими-то наименьшими, кратчайшими путями. Вот, ну, это, скажем так, скорее продукт, как сказать, неудачной популяризации знания о грибах, вот, нежели что-то имеющее отношение к кастине. Вот, ну, как-то так. Было произнесено такое слово, как мицелий, ну, что это такое за слово, что оно под собой подразумевает? А мицелий – это, собственно, сам гриб. Это живой организм, это некоторая паутина, которая состоит из отдельных нитей. Эти нити называются гифами или клетками. Дело в том, что клетки грибов представляют собой вытянутые трубки, по сути своей, которые кончиками связаны друг с другом, то есть как цепочка такая этих вытянутых клеток. Вот, ну, это цепочка, а цепочка связывается в сеть, в общем-то, вот, в целом это и есть мицелий. Он населяет субстрат питательный, как правило, это субстратные мицелии, есть еще воздушные мицелии, как, например, у плесневых грибов, когда мы видим вот этот вот пушок на поверхности испорченного уже продукта. Вот, ну, как правило, еще раз повторюсь, мицелий находится внутри субстрата, и мы его не видим просто. На самом деле, если мы придем в лес, будем прогуливаться по этому лесу, мы, естественно, будем видеть вокруг деревья какую-то траву, может быть, услышим птиц или даже животных увидим, каких-то млекопитающих. Но нам даже в голову не приходит, что когда мы идем по земле, мы фактически идем по мицелию, потому что в почве огромное количество различных грибов. В почве, в пнях, в валежных стволах деревьев, на поверхности коры деревьев, они микроскопические в каком-то смысле, то есть невооруженным глазом увидеть очень трудно, но они есть. Вот, грибы, на самом деле, вокруг, повсюду, в лесных сообществах. И мицелий – вот как раз форма жизни, скажем так, грибная. Одна из еще и не мицелиальной формы жизни, как я уже говорил, это дружеподобные клетки. Вот, есть там амебоидная форма, но это все встречается реже. Вот, а мицелий наиболее характерен для высших грибов. Хорошо, ну и переходим туда к последнему факту, и уже на этом закончим нашу программу. В некоторых источниках есть такая информация, я, с вашего позволения, ее зачитаю. Профессор обучал мицелий желтого плесневого гриба, искал лабиринте сахар, по которой эти грибы очень любят, так как, в отличие от мышей, грибы обычно не располагают достаточным для передвижения количеством ног. Чтобы добраться до сахара, ниточки мицелию пришлось расти, вот о чем только что говорили. У них холодного моментально и целенаправленно попер в сторону сахара. За несколько часов грибница легко справилась с лабиринтом, и к вечеру уже вовсю лопала сладость. Это действительно так? Ну, сразу уточним, что речь здесь идет не о грибах, а о грибоподобных организмах. Грибоподобные организмы, хотя чем-то напоминают грибы, но не являются им родственниками. Однако, это дочерняя группа, это миксомицеты, так называемые, или слезевики по-русски. Дочерняя группа животным и грибам, то есть вот та самая крупная группа Апистаконта, которая, я говорил, да, она объединяет и их тоже. Интересная довольно группа. И здесь, в данном случае, речь идет о статье, опубликованном в 2000 году, исследователями из университета Хоккайдо. Действительно, миксомицет поместили в такие условия плазмодий. То есть миксомицет – это такая крупная амебоидная клетка многоядерная, способная ползти в разные стороны. Это, конечно, невооруженному глазу, как правило, не видно, но если понаблюдать, через какое-то время видно, что он действительно движется. Медленно, но движется. При этом, когда движется, он еще и захватывает частички чего-то, бактерий каких-то простейших, то есть то, чем он питается. И действительно, он справился с этой задачей наиболее оптимальным путем. Причем, когда питательного сустрата много, он распространяется во все стороны, а когда он ограничен, он идет четко куда надо. Ну, это, конечно, не разум. Объяснить рационально это пока не удается. Есть только предположения, но, тем не менее, все это вполне тоже объясняемо. Причем, экспериментаторы пошли дальше, на самом-то деле. Эта статья была опубликована в журнале Nature, а позже, через 10 лет, была опубликована другая статья в журнале Science, где они проводили эксперимент уже не с лабиринтом, а проводили аналогию с железнодорожными сетями вокруг Токио. Задача заключалась в том, чтобы между... То есть фактически повторить или найти оптимальный путь железнодорожных сетей вокруг Токио. Что для этого было сделано? Значит, сам слизевик был помещен в точку, которая ассоциирована была с городом Токио. Была создана карта, повторяющая окрестности Токио. И города, крупные и не очень крупные станции, моделировались, соответственно, размером питательных сред. Нет, задача миксамицета была наиболее оптимальным способом захватить все точки, то есть фактически повторить движение железнодорожной ветки какой-то. Причем мы прекрасно понимаем, что соединить каждую станцию со всеми остальными будет сложно и нерационально, с одной стороны. С другой стороны, чтобы добраться до какой-то мелкой станции, часто приходится делать крюк фактически через какие-то крупные. И нужно подбирать какой-то оптимальный путь. Так вот, эту задачу перед миксамицетом обоставили. Справился он, на самом деле, очень хорошо. И в большинстве случаев структура его движения напоминала фактически реальную карту железнодорожных сетей Токио и окрестных городов. Тоже довольно интересный вариант. И в связи с этим ученые сделали вывод в конце статьи, что можно построить математическую модель, которая описывает движение, плазмодия миксамицета. Причем часто в этих статьях в интернете есть плазмодия, гриб, который... Плазмодия – это форма жизненная, не грибов, а миксамицетов. Эти вещи нельзя путать между собой. Я понимаю, что хочется упростить, но еще раз повторюсь, к грибам это не имеет отношения. Ну, в общем-то, вот такие интересные исследования были проведены. То есть, получается, практически, вот такийский, вот этот, ну, не метрополитана, а железнодорожная сеть Японии... Нет, она не построена, конечно, Благодаря этому сеть уже была, уже существовала. Но факт тот, что миксамицет, оказывается, сможет рационально, в большинстве случаев, если все это проанализировать, способен рационально построить эту самую железнодорожную сеть в каких-то, может быть, будущих районах. Если построить, еще раз говорю, математическую модель всего этого, то ее вполне можно использовать с рациональными целями. Ну, то есть он дал о себе знать, потому что он полезен и может помочь в этом плане, да? Ну, неплохо было бы его заиметь в России, чтобы путь от той же Москвы до нас в Казани составлял не 12 часов на поезде, а намного меньше. Вполне возможно попробовать. Ну, надеюсь, и если он дойдет на нас. Ну что ж, на этом все. Большое спасибо за внимание. Напоминаю, что гость программы у меня сегодня был Ким Олегович Потапов, ассистент кафедры общей экологии Института экологии и природопользования и ассистент кафедры физиологии, растений и ботаники Института фундаментальной медицины и биологии. Большое вам спасибо, что пришли и рассказали нам, что такое грипп и с чем его обычно путают, как получается мицелия и остальные понятия. Ну, на этом все. Большое спасибо, что смотрели нас. Увидимся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok